МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, с открытием нового Дома культуры. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в открытии нового ДК в Аоле Кубина и ответил на вопросы местных жителей. Это были не человеческие условия. Даешь стране углям. 25 августа свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых опасных профессий – шахтеры. Ну что, ребятки, с вершиной вас! Ура! Эльбрус наш. Студенты Карачао-Черкесского университета совершили восхождение на самую высокую вершину Европы. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимризов совершил рабочую поездку в Аол Кубина, где сначала принял участие в торжественном открытии нового Дома культуры, а затем провел встречу с жителями Абазинского района. Все подробности в нашем сюжете. О новом Доме культуры жители Кубина мечтали давно. Старое здание еще 1968 года постройки хоть и было большим и красивым, но уже безнадежно устарело. Изначально строители планировали просто укрепить его и даже добавить просторную пристройку. Однако очень скоро стало ясно, что выгоднее, а самое главное и безопаснее, полностью реконструировать старый ДК. Труд строителей не прошел даром и теперь в центре Кубины красуется новое здание общей площадью 700 квадратных метров. Это действительно очаг культуры, который должен работать, работать, на мой взгляд, круглые сутки. Сюда должны приходить люди разных возрастов, разных поколений. Конечно же, в первую очередь, это наши дети, которые должны прививаться и к истории, и искусству своего народа, народов Карачаево-Черкесской республики, Российской Федерации. И я знаю, насколько талантливая молодежь, талантливые дети проживают на территории нашей республики. И в частности, в Абазинском муниципальном районе абсолютно убежден, что именно так и будет. Кроме зрительного зала на 200 мест, оборудованного всем необходимым светомузыкальным оборудованием, внутри здания нашлось место для кабинетов, раздевалок и даже душевых. Есть и специальный зал для хореографии, в котором с удовольствием занимаются девочки из ансамбля «Амара». Талантливые танцовщицы уже не раз побеждали на различных творческих конкурсах. Арина Асанаева заверяет, что танцевать в новых условиях – одно удовольствие. К тому же, появление нового ДК способствовало приходу в ансамбль новых людей. С тех пор, как нам построили новый клуб, нам поставили специальный зал, где у нас есть зеркало, большое зеркало, которое мы можем смотреть на себя и работать над своими ошибками. И с тех пор, как у нас появились новые условия, в наш ансамбль приходит много новых девочек. Также открывает новую группу для детей младшего возраста. Но ВДК даст не только импульс развитию культуры на селе, но и сыграет важную роль в сохранении народных традиций и обычаев, уверен заслуженный артист Карачаева-Черкесии Ачар Меремкулов. Это возрождение. Самое главное, если есть культура, есть язык, есть народ. Вот, естественно, наши жители, которые каждый день трудятся хотя бы по выходным, хотя бы раз в месяц, если увидят свою культуру, если увидят свои танцы, свои песни, что может быть лучшего. Это самое главное. Нашлось в Доме культуры и просторное помещение для библиотеки. Алина Хунова, здесь частая гостья, берет специальную литературу, искать которую в условиях нового ДК оказалось гораздо проще. Ну, здесь стало очень много книг, которых нам задают, и особенно на мой класс. Тут очень много книг. По выходным я туда беру сказки, которые нам задают в школе, и читаю их. Бывало то, что я папу заставляла, чтобы он поехал в город и купил какие-то книги, которые нам задавали. В лучшую сторону изменилась и территория вокруг ДК. Кроме удобной парковки, строители уложили 800 квадратных метров тротуарной плитки, установили уличное освещение и лавочки. А уже в здании местной школы Рашид Тимрезов побеседовал с жителями Абазинского района. Среди поднятых населением вопросов капремонт гимназии номер один в ПСЖ, плюс жители аула жаловались на проблемы с водоснабжением и необходимостью ремонта проезжей части по улице Чикатуева, который, кстати, начнется уже в этом году. Также глава региона поручил правительству проработать строительство нового детсада в ауле Кубина. Кроме того, по поручению Рашида Тимрезова появятся многофункциональные спортивные площадки в аулах ПСЖ, Женчик-Чикун и Карапага. Подводя итоги встречи, глава региона особо подчеркнул, что сейчас в первую очередь необходимо развивать реальный сектор экономики. У нас здоровая, классная молодежь, которая хочет работать, которая готова работать. Но мы давайте не только же спортом заниматься и в ДК ходить. Это тоже все необходимо. Но мы должны думать, за счет чего район может сегодня быть, ну, по крайней мере, там в какой-то части более-менее самодостаточным. В целом, если каждый район вот так будет свою работу выстраивать, и республика в целом будет расти, и возможности будет больше делать, созидать, строить. Также на этой встрече Раши Тимреза вручил трем семьям Базинского района сертификаты на улучшение жилищных условий по госпрограмме устойчивого развития сельских территорий. В Карачаево-Черкесе на базе общественной палаты создан единый наблюдательный информационный центр для работы в единый день голосования 8 сентября текущего года. В состав информационного наблюдательного центра совместно с членами республиканского избиркома вошли представители общественных организаций, юридического и журналистского сообщества, работа которых будет способствовать открытости и легитимности выборного процесса. Основная задача наблюдательного центра – следить за соблюдением реализации избирательных прав граждан. Также в период предвыборной кампании и дня выборов в Карачаево-Черкесе будет действовать телефон горячей линии, по которому избиратели смогут получить ответы на интересующих вопрос о подготовке и ходе выборов. Те замечания, которые могут возникать, или вопросы, которые могут возникать у граждан, они могут быть адресованы как в избирательную комиссию, так и в общественную палату, для того, чтобы это общественное наблюдение со стороны и некоммерческих организаций, и в целом гражданского общества могло осуществляться. На мой взгляд, это очень важно для того, чтобы обеспечить необходимый уровень доверия к самой процедуре выборов и в случае возникновения каких-то вопросов, максимально быстро, компетентно их снять. Кстати, 8 сентября состоится и второй тур выборов президента Абхазии, для чего в России вновь будет открыто два избирательных участка. Один в Москве, другой в Черкесске. В республиканскую столицу по традиции едут голосовать граждане Абхазии, проживающие сейчас в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Адыгее и других республиках Северного Кавказа. Отдать свой голос за кого-то из участников президентской гонки могут обладатели новых абхазских паспортов образца 2016 года. Напомню, что в это воскресенье в ходе первого тура ни один из десяти кандидатов не смог преодолеть заветный 50-процентный барьер. Новое голосование состоится ровно через две недели. Весомый бонус к заработной плате. С первого квартала этого года два десятка молодых учителей Черкеска ежемесячно получают дополнительную выплату в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Такая прибавка положена педагогам, которые, получив диплом, в течение года устроились на работу по специальности. Именно с целью привлечения молодых кадров в школу Черкесской было принято решение о подобной поддержке педагогов. С теми, кто уже получает такую прибавку к зарплате, познакомилась моя коллега Дарья Назарова. Еще вчера студентка педагогического колледжа, а сегодня учитель начальных классов гимназии номер 17 Черкеска. Лиза Барлакова буквально с самого детства мечтала посвятить себя школе, детям и преподаванию, а потому вопрос о выборе профессии перед ней никогда не стоял. Отучившись 4 года в колледже, Лиза услышала вакансию учителя начальных классов в одной из городских школ и, не раздумывая, предложила на это место свою кандидатуру. Отработав один год, только один год, я пришла к тому мнению, что это был правильный выбор, что я никогда не сомнилась в том, что я выбрала именно эту профессию. Она для меня, она подходит для меня. В этой профессии я хочу себя реализовать, усовершенствовать, как говорится, все свои знания, умения, навыки, которые я приобрела. Я хотела бы воплотить это в практику. У меня получается работать с детьми, у меня получается находить общий отец с родителями детей. Думаю, что это мое призвание. Своё призвание в педагогике нашёл и Шамиль Маков, учитель физкультуры в гимназии номер 18. В 23 года он имеет не только достойную для своих лет заработную плату, но и признательность руководства школы. Из его прихода многие дети заново полюбили уроки физкультуры. При этом сам Шамиль признаётся, что какого-то особого подхода к ученикам у него нет. Главное – любить свою работу и осознанно подходить к её выбору. Окончил я государственный университет имени Умара Алиева в 17-м году, после чего меня призвали в армию. Спустя год службы в армии я решил пойти именно учителем физической культуры в школу. Будучи в армии, я понял, что смотря и на себя, и на остальных, что воспитанием детей мало кто занимается, и решил пойти в эту сферу. И с приходом в эту школу мне повезло, что здесь не было учителя физкультуры, и меня сразу приняли на работу. На сегодняшний день многие школы готовы принять свой штат молодых педагогов. По словам специалистов, при норме 10 учеников на одного учителя в общеобразовательных учреждениях Черкесска – это соотношение 16 к 1. Ведь не секрет, что многие выпускники педагогических училищ и вузов покидают эту профессию, даже не попробовав в ней реализоваться. И чтобы привлечь в школу молодежь, в Черкесске приняли решение обеспечить эту категорию педагогов с ежемесячными социальными выплатами. 5 тысяч рублей для учителей с высшим образованием и 3 тысячи рублей со средним. Молодым специалистам, согласно принятого порядка, признается лицо, окончившее среднее или высшее педагогическое учебное заведение до 30 лет и приступившее к работе в общеобразовательное учреждение не позднее, чем год после окончания данного учебного заведения. Сейчас такие социальные выплаты в Черкесске уже получают 17 молодых педагогов, которые говорят, что эти деньги стали неплохой прибавкой к их зарплате. Мне приятно, что на это обратили внимание, что молодые специалисты, которые только начинают делать свои первые шаги в своей профессиональной деятельности, вот они их нас ценят, нам уделяют внимание, это все очень приятно. Я как бы колебался, остаться в школе или нет, но я принял решение остаться в школе, так как здесь очень дружный коллектив и очень много молодых учителей. И буквально недавно, в апреле месяце, нам для нас, ну для молодых специалистов, очень радостным известием стало то, что государство нас решило простимулировать и ежемесячно доплачивать 5000 рублей. Теперь без стажа работы и без какой-либо категории моя зарплата составляет 18 тысяч. Стоит отметить, что молодые педагоги, которые сейчас работают в школах Черкеска, это стабильно показывает высокий уровень профессионализма, то есть молодой не значит неопытный. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Реализация нацпроектов – одна из ключевых задач российских регионов на ближайшие годы. В частности, целями нацпроекта здравоохранения является, в числе прочего, снижение смертности населения и младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год и упрощение процедур записи на прием к врачу. Более подробно, как национальный приоритетный проект здравоохранения реализуется в Карачао-Черкесии, расскажут мои коллеги. Множество госпрограмм охватывают все направления жизнедеятельности Карачао-Черкесии. В приоритете традиционно сфера здравоохранения. Основное развитие в ней за минувшие несколько лет получили те направления, что напрямую влияют на медицинскую составляющую демографических показателей. Это педиатрия, кардиология, кушерство, гинекология, а также онкология. Что касается борьбы с онкологическими заболеваниями, то совсем недавно в республике открылся новый онкологический центр. Теперь за высокотехнологичной медицинской помощью в борьбе с раком не придется ехать в соседний регион. В новом онкоцентре есть и необходимая техника, и профессиональные кадры, и комфортные условия для лечения. Больные направляются лечащим врачом сюда, в онкологический диспансер, с направлением, с минимальным этим перечнем. И в дальнейшем мы уже с ними работаем. Если находим свою патологию, мы уже делаем более уточняющую, более высокую какую-то диагностику, какие-то более уточняющие инструментальные и лабораторные исследования и дальнейшим соответствующим образом лечения. Еще одно направление, над которым предстоит ближайшие пять лет работать региональному Минздраву, это совершенствование педиатрической службы. Акцент делается в первую очередь на профилактику, которая позволит снизить младенческую и детскую смертность. И, естественно, улучшить в целом состояние здоровья детского населения. Чтобы добиться этих целей, в прошлом году в регионе открыли первую многопрофильную республиканскую детскую больницу и диагностический блок Республиканского перинатального центра, оснащенный всем необходимым оборудованием. Масштабы этих учреждений поражают. Просторные помещения ничем не уступают столичным клиникам. А благодаря современному оборудованию врачи могут проводить здесь уникальные операции, продлевая жизнь своим маленьким пациентам. И подобный опыт уже имеется. Недавно именитые московские специалисты совместно с местными врачами провели уникальную операцию на ребенке с редким пороком развития. В общей сложности у нас операция шла около двух часов. Безусловно, принимали участие врачи-хирурги и республиканской больницы. Они, конечно, участвовали в операции, поэтому у нас как бы так получается операция и одновременно процесс обучения. Потому что мы, конечно, надеемся, что хирурги здесь достаточно талантливые, хорошие люди. Нам, безусловно, им необходим определенный навык в выполнении таких сложных операций, потому что ребенок маленький, новорожденный. Это требует определенных мануальных навыков. В первую очередь это стало доступно с обновлением технической составляющей всех медицинских учреждений республики. Новые УЗИ, томографы, рентген. Благодаря этому врачи могут теперь быстрее и точнее проводить практически любые обследования. За 10 лет работы приходилось работать на разном оборудовании, на разных аппаратах УЗИ. Этот аппарат, безусловно, лучший. Он экспертного класса. Мы его недавно в условиях детской поликлиники смотрим. Программное обеспечение аппарата позволяет нам смотреть все органы системы, как у взрослых, так и у деток. В рамках нацпроекта активно развивается система целевой подготовки специалистов для медицинских организаций. Реализуются меры социальной поддержки врачей на федеральном и региональном уровнях, в том числе в рамках программы «Земский доктор», благодаря которой в районных поликлиниках ИЦРБ появилось уже более 60 высококлассных специалистов. По программе «Земский доктор» приняли на работу 64 врача. Они поехали в районы республики на работу. Это все принятые на работу. Они поедут в населенные пункты от 50 тысяч и меньше, как гласит закон. Это значит районные больницы, те же ФАПы, те же врачебные амбулатории, где им предоставили на сегодняшний день работу. К реализации нацпроекта здравоохранения в Карачаево-Черкесии приступили еще с начала текущего года. И хотя первые реальные изменения население республики уже почувствовало, медикам еще предстоит колоссальная работа по реализации каждого направления программы. Мадина Лайпанова, Рейнат Ибрагимов, Архыз 24. Есть такая профессия – давать стране угля. 25 августа свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых опасных профессий на Земле – шахтеры. Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики. Богаты углем и недра Карачаева-Черкесии. По оценкам экспертов, на территории республики сосредоточено 75% прогнозных запасов каменного угля всего Северного Кавказа. В советские годы на территории республики работало десятки шахт, в которых трудились тысячи людей. Сейчас многие уже на пенсии, но свой праздник отмечают, как и прежде. А в гости к одному из ветеранов отрасли накануне Дня шахтера заглянула и наша съемочная группа. Каждый год в преддверии Дня шахтера дом Лидии Ивановны наполняется гостями. Приходят бывшие коллеги, соратники, многолетние друзья, те, с кем она долгие годы работала на различных угольных шахтах Карачаева-Черкесии. Они общаются, решают, как вместе отпраздновать профессиональный праздник и, конечно же, вспоминают былое. А вспомнить есть что. Сама Лидия Ивановна в шахтоуправлении начала работать в далеком 1975 году, как старший инженер-строитель курировала развитие шахтерской инфраструктуры. Все многоэтажные дома и немало соцобъектов в Карачаевском районе были построены при ее участии. Однако, если нужно, спускалась и под землю, помогать добывать уголь. Ребята в лаве работают, комбайн работает, и постепенно заполняют вагонетки углем, и надо их раз-раз-раз-раз отталкивать и нарут двор, чтобы их поднимали на горы. Никого нет. Я взяла и села. Я же видела, как ребята там думают, да ничего страшного. В позиции есть. Ага. Раз, потихоньку тронулась, и еду. Сама боюсь, 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 боюсь. Машину водила, а электровоз совсем другое дело. Шахтерскую профессию не зря считают одной из самых сложных и опасных. Ведь добывать уголь приходится глубоко под землей в крайне непростых условиях. Ну просто представьте, 50 сантиметров слой, толщина угля, ребята на пузе, на пузе. И еще вот этот респиратор. Разве там можно так работать? Это были нечеловеческие условия, нечеловеческие. Были в истории угольной промышленности республики, к сожалению, и трагические дни. Например, 24 ноября 1992 года, когда при взрыве метана в одной из шахт погибло 13 человек. Среди них был и муж Лидии Ивановны. Виктор Донской разбирал в той шахте завалы породы. Что тогда творилось на душе, словами не передать, вспоминает мужчина. Утром приехали на 25-ю. Всю мы на работу, всю бригаду сняли мы, мы проходчики. Забрали вентиляционные трубы и поехали туда. Пока откапывали, то каску, то куртку найдем. Мы работали, 40 минут работаем и выходили на гора. Бежать нечем было. Гарь. Ну и после таких трагических случаев, горняки все равно возвращались в забои. Николай Загребельников 22 года проработал забойщиком и постоянно числился на своей шахте в передовиках. Ты должен выкинуть 15 тонн угля. Лежа. Лежа, а не своя, а лежа на боку. Хоть нальем, хоть направо. 50 сантиметров в класс. Класс. 50 сантиметров. Ни больше, ни меньше. Самый молодой горняк за этим столом Юрий Донской. Он был проходчиком, то есть тем, кто первый начинал добычу угля. Проработал на шахте всего лишь, как он сам выражается, 12 лет. Но насколько важна взаимопомощь под землей, узнал буквально в первые месяцы работы. Азрет Кубанов вытащил меня, я его вторым отцом считаю. Камень упал сверху большой, ногу придавило. А напарник такой же молодой, как и я, он убежал, испугался. А взрывник заскочил доской, поднял этот камень и вытащил меня. Взрывали за бой. Взрывник был третий с нами. Вот он меня вытащил. А так в 20 лет тоже бы не было уже. Шахтерская дружба крепка, как гранит. Не менее крепка и память горняков о своих коллегах, погибших при исполнении трудового долга. А потому каждый год, 25 августа, ветераны отрасли со всей республики встречаются здесь, у памятника погибшим товарищам, чтобы вспомнить всех поименно, увидеть старых друзей и отпраздновать свой профессиональный день. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз, 24. Ну что, ребятки, с вершиной вас! Ура! 15 августа 2019 года для этих ребят теперь особый день. Несмотря на множество испытаний, капризы погоды и собственные сомнения, они смогли покорить Эльбрус. За плечами Науруза Капушева уже несколько покоренных вершин, значок альпиниста России и обучение в Баварской школе альпинизма. Зайти на Эльбрус Науруз мечтал давно. И признается, что это стало одним из самых тяжелых испытаний в его жизни. Были такие моменты, что мне уже хотелось спуститься. Думаю, что я здесь буду делать? Поднимусь и что мне это даст? А потом думаешь, нет, все равно уже решился и приходится уже идти до конца, раз за это взялся. Вот так мы ишли. Мы падали несколько раз по дороге. Мы отдыхали, вставали, падали, вставали. Но дошли до конца, что очень отрадно, дошли всей командой. Восхождение на западную вершину Эльбруса – достаточно серьезное испытание не только в физическом, но и психологическом плане. Но оставив внизу все сомнения и поверив в себя, женская половина команды смогла пройти проверку на прочность. Там было все прекрасно. Там была, конечно, хорошая погода, хорошая компания. И да, было сложно. Не очень технически сложно, но просто там кислорода не хватает. И сам восхождение было достаточно сложно. Профессиональные гиды, их помощь, их советы, наши акклиматизационные выходы – все это, конечно, сыграло свою роль. И нам было достаточно легко подниматься, хоть и состояние физически было не очень, но все-таки это того стоило. Мы все дошли. И в прекрасной компании, в прекрасный день нам очень повезло с погодой. И как-то все так сложилось удачно. И я вот ни на минуту, наверное, не жалею об этом. В горных хижинах при Эльбрусе ребята несколько дней проходили адаптацию, готовя свой организм к восхождению. Чтобы горная болезнь не застала врасплох, они совершали так называемые высокогорные выходы. Мы каждый раз набирали, каждый день набирали высоту, возвращались обратно вниз для того, чтобы сердечно-сосудистая система каждого участника смогла подготовиться к нагрузке. И для того, чтобы легкие, наш организм подготовились к кислородному голоданию. Такой высоте гипоксия – это обычное дело. Ребята тренировались, каждый день мы делали выходы. Это происходило в течение пяти дней. В бесплатную путевку на покорение Эльбруса ребята из горно-спортивного клуба «Архыз» выиграли, отличившись в ходе сборов на Софийской поляне, которые проходили в рамках проекта «Альпийская школа лидерства и команда образования «Пик оф Европ». Следующий этап проекта стартует в сентябре. И участие в нем примут команды не только из Карачаева, Черкесии, но и Кабардино-Балкарии. Точно так же мы проведем в середине сентября сборы в «Архызе». По итогам этих сборов из четырех команд одна команда получит возможность совершить восхождение на Эльбрус. 5642 метра – самая высокая точка Европы. Ребята с улыбкой вспоминают минуты, которые провели на вершине. И хотя испытание оказалось нелегким, многие уже готовы повторить все сначала, а кто-то уже задумывается и о более серьезных восхождениях. Юлия Житная, Далиль Мирза, «Архыз-24». Курорт «Архыз» принял гонку чемпионов. В Карачаево-Черкесии подвели итоги чемпионата и первенства России по горному велосипеду в дисциплине «Скоростной спуск». Из 160 стартовавших спортсменов до финала дошло 120. А в мужском зачете первое место занял трехкратный чемпион России по даунт-хиллу член сборной страны Виталий Хрипунов. В женском не оказалось равных шестикратной чемпионке России победителю и призеру международных соревнований Анне Скумбиной. В рамках первенства России среди мужчин звания лучшего завоевал Андрей Протопопов. Соревнователь уикенд на «Архызе» завершил летнюю серию соревнований по маунтин-байку в дисциплинах кросс-кантри и даунт-хилл. Всего же за прошедший сезон трассы «Архызе» приняли 11 турниров всероссийского и международного масштаба. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаемся новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Архыз-24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Аминь.